Евангелие от Луки, глава 10 с 25 текста. Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? На это сказал Иисус. «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставившие его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некий, проезжая, нашел его и, увидев его, сжалился. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, «Иди и ты поступай так же». Помолимся. Небесный Отец, благодарим Тебя за то, что в соответствии с Твоим обещанием сегодня Ты здесь, посреди нас. Ты огромный, великий, непостижимый Бог. Здесь, сегодня, готов говорить к нашим сердцам. Благодарим Тебя за то, что все это возможно благодаря жертве Иисуса Христа, которую Он совершил несколько тысяч лет назад там, на кресте. Мы просим Тебя, Господь, благослови, пожалуйста, пастора нашего, когда он будет передавать истину Твоего Слова. Благослови наши сердца, чтобы эту истину принимать. Сегодня здесь пред Тобой стоят разные люди, и кому-то нужно утешение, ободрение, надежда. Кому-то нужно обличение. Кто-то хочет услышать слова, чтобы исправить что-то в своей жизни. Кому-то нужна поддержка и ободрение в борьбе с грехом, Господь. Здесь люди стоят разных возрастов, люди разных профессий. И все мы сегодня здесь перед Тобой, с нашими сердцами, чтобы Ты с нами работал. Благодарим Тебя за возможность быть здесь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Приветствую, дорогая церковь и друзья, все гости, которые нас сегодня посетили. Если Вы внимательно следите за тем, как проходит наше богослужение, особенно проповедь, Вы, наверное, уже примерно ожидаете, что перед тем, как мы перейдем непосредственно к тексту, я какое-то вступление делаю. Как-то Вас готовлю, как-то Вас, может быть, заинтересовываю, объясняю, почему этот текст важен сегодня услышать, принять нам лично, для каждого. Вы знаете, сегодня по-другому мы немножко сделаем вступление. Я хочу обратить внимание на саму притчу, чтобы она сама нас привлекла, а затем мы пойдем чуть глубже. Дело в том, что эта притча говорит о такой простой вещи, с которой мы все сталкиваемся. В мире есть страдания. Этот человек шел, на него напали. Причем мы можем даже сказать, не только страдания есть, а есть несправедливые страдания. В этом мире есть несправедливость определенная. Возможно, вы с этим сталкивались. Почему? Потому что мы живем в греховном мире. В этом мире есть грех, и поэтому есть страдания, и есть несправедливость. Об этом говорит эта история, это событие, это беседа. Еще одно очень важное наблюдение, которое должно нас привлечь к этой истории. Часто никому нет до нас дела. Я не знаю, вы сталкивались с таким или нет, но когда вы приходите куда-то, даже, может быть, в церковь, и на вас никто не обратил внимания. Вы побыли, ушли, и даже никто не задал никакого вопроса. Вас оставили. Вы знаете, в этой истории лежит умирающий человек, мимо него два человека прошли, а иногда в нашей жизни такое ощущение, что весь мир мимо нас проходит, а мы лежим, а мы в нужде, а нам больно. А никому это дело нет. Возможно, вы в таком положении сегодня, или когда-то были. История будет более понятна нам. Еще важное, эта история указывает на то, что в каждом из нас помещен Божий закон, моральный закон записан на наших сердцах, потому что, когда мы видим вот такие несправедливые страдания человека, он ничего не сделал плохого, просто шел из Иерусалима в Ерехон, на него нападают, ограбили, избили. Мы читаем, и у нас несправедливость какая-то, чувство такой несправедливости, мы начинаем понимать, это неправильно, это неправильно, это зло. А потом, когда мы видим, что один проходит мимо, второй проходит мимо, у нас негодование появляется. Откуда это все появляется? Если это просто эволюция, выживает сильнейший, да забудь его, иди дальше. Нет. У каждого человека просыпается чувство, что это несправедливо, а значит, что-то справедливо. Откуда это появилось? И мы начинаем понимать, у нас эта история зацепляет такие вещи, как моральный закон, который у каждого из нас в сердце, Богом помещен. Еще одно важное для нас наблюдение, прежде чем мы пойдем глубже, Бог действует через свой народ. Эта история говорит о том, что Бог хочет и будет действовать через определенных людей. Вы знаете, все трое оказались рядом с этим нуждающимся, побитым, ограбленным, израненным, умирающим. Бог так спланировал, что там оказался священник, там оказался левит, оказались религиозные люди, рядом от которых ожидалась, ну, как минимум, какая-то помощь. И потом оказался еще один самарянин, другая нация. Бог привел этих троих. Вы знаете, что в нашей жизни очень часто Бог приводит нуждающихся и тех, которые могут восполнить эти нужды вместе. Это Бог делает. И Бог хочет использовать людей, и только один из трех позволил Богу протянуть руку и помочь этому человеку. Бог работает через свой народ. Но в чем же главная суть, в чем история поучительна для нас? Эта притча несет в себе, или я даже бы сказал, наверное, не только притча, а вся беседа. Вся беседа вот этого законника с Иисусом Христом несет здесь два поучительных, практических таких совета или урока для каждого из нас. Как Бог хочет, чтобы мы жили в этом мире? Два урока о делании добра. Или я их назвал, уроки добра. Два урока добра. Каким образом мы можем быть или можем проявлять добро окружающим? Это очень важно. И надеюсь, сегодня из церкви вот с ту дверь будут выходить более снаряженные, более расположенные люди к добру. Как это происходит? Каким образом Иисус Христос ведет работу с этим человеком, который назван законник? Итак, первый урок очень важный. Нужно перейти от теории к практике. Это, наверное, самый сложный момент. От теории к практике. Дело в том, что 25 по 29 текст это диалог. И признаться честно, если вы внимательно слушали, когда читался этот текст, вы заметили, наверное, что этот законник не сильно-то и желает кому-то помогать. Он, как бы даже, так сказать, пытается избежать этого. Он лишь пришел для того, чтобы с Иисусом немножко богословски подискутировать, может быть, поспорить, а еще хуже, скорее всего, подловить, поймать, уловить Иисуса Христа в словах. Чтобы было потом в чем его обвинить. Это теоретический разговор, но Иисус его переводит в практическую плоскость. Каким образом? Три очень важных шага, три важных момента, которые нам нужно отметить. Первое – это признай опасность теории без практики. признай опасность теории или знаний, может быть, даже очень больших и глубоких знаний, которыми обладал этот законник, но без практики это очень опасное явление. Это важно говорить людям, которые в церкви слушают теорию, которые дома читают Писание и увеличивают знания, им важно это уловить. Посмотрите, интересный контекст. 25-й текст начинается следующим. «И вот один законник встал». Он встал. Меня это привлекло внимание. Зачем вставать? Почему вставать? Значит, он сидел. Почему он сидел? Дело в том, что вы сейчас сидите, и если кто-то из вас встанет, ну, как минимум, я, наверное, определю, что вы хотите что-то сказать или задать вопрос. В то время такая же практика существовала. Более того, Иисус, когда Он учил, Он садился, и вокруг Него садились люди, и Он учил. Так вот, когда кто-то встает, это нам подсказка. Значит, в тот момент люди сидели, а значит, они где-то в контексте научения какого-то было. Значит, в тот момент, мы не знаем, что Иисус учил, но происходила какая-то беседа, какой-то урок, какие-то знания Иисус передавал, и тут один встает. То есть, контекст научения Иисуса Христа. Очень важно. Почему? Потому что, когда Иисус учил, как, в принципе, и в любом контексте нашего мира, когда есть какое-то научение, туда стягиваются два типа людей. Одни теоретики, теорики, которые любят пофилософствовать, поговорить, и им интересно. Слушай, что-то учат, что-то новое, информация. Мне информация интересна. Пойдем туда. И в тот же момент вторая группа всегда приходит. Это те, которые приходят для того, чтобы практиковать практики. Они приходят, и так, 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 что-то интересное. Как? Это мне поможет воспитывать детей, это мне поможет на работе, это мне поможет благовествовать, это поможет мне свято жить. Хорошо, мне информация очень важна. А другие приходят, потому что в научении это очень интересно, развлекает. И вот явно этот человек попадал в первую категорию. Интересно, во вступлении к своей книге Дж.А. Пакер, книга «Новый гад» или «Познание Бога», если не ошибаюсь, перевод, приводит интересную аналогию двух подходов к христианству. Один – это так называемые балконные эксперты. Это люди, которые на высоте балкона, все видят, далеко видят, они делают замечательную оценку обстоятельств внизу, на земле, на дороге, они делают хорошие выводы, наблюдения, но они оторваны от реальности. Они мыслители, они теоретики, но не практики. И их советы, их наблюдения, они не помогают людям на дороге. Есть вторая группа – это те, которые смотрят на христианство с практической точки зрения. Они хотят применять. И поэтому Дж.А. Пакер сказал, это люди, которые так называемые путники на дороге. Есть балконники, а есть путники. Вот те путники, они идут. И им любая информация помогает просто определять, куда повернуть, как идти, как рассчитать свою траекторию, как использовать свои силы и так далее. Так вот, те теоретики, они очень часто оторваны от реальности, и их советы не имеют ничего общего с реальностью жизни. Так вот, как и тогда, так и сегодня, в принципе, мы должны признать, что в церковь привлекаются две группы людей. Одни балконники или балконные люди, а другие путники на дороге. Каждый из вас пусть сам определит, в какой вы категории и для чего вы сегодня здесь. Но похоже по этой беседе, что Иисус часто сталкивался вот с теми самыми балконниками, с теми самыми теоретиками, которые хотели поспорить, хотели что-то услышать новое, поразмышлять о духовных глубинах, но реально они не хотели меняться. Как только Иисус призывает, слушай, поступай так, он, подожди, 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 какой поступай? Давай, давай ты мне определи, кто? Давай я еще поговорю, давай еще поговорим. А Христос настоятельно его переводит в плоскость практики. Знаете, интересно, эта история заканчивается Иисус сказал, иди и поступай так же. И мы не знаем. Превратился ли этот балконник в путника или так и остался ждать следующего дебата? Потому что время проходит, балконники годами остаются на том самом балконе, и только путники идут вперед. Вот как можно проверить. Я прошло пять лет, а я на том же балконе сижу, размышляю о каких-то других вещах. Жизнь не изменилась, я не продвинулся вперед. Вот о чем Иисус предупреждает этого законника, и вот о чем предупреждает нас эта беседа. Знаете, мы поощряем вопросы. Не поймите неправильно, что теперь, если всякий, кто задает вопрос, это значит автоматически балконник. Нет. У нас вчера очень продолжительная беседа была на домашней группе. Вопросы надо задавать. Но смотрите, с какой целью мы их задаем. Мы задаем их для того, чтобы прояснить какие-то духовные вещи, чтобы точнее, лучше, больше применять его, или же я просто хочу поразвлекаться, поточить мечи, поточить ножи друг о друге богословские. Мы не знаем, что сделал этот вопрошающий, но очень надеюсь, что сегодня, изучая эту историю, мы предпримем определенные шаги. Хорошо. Это первое. Признай опасность теории без практики. Второе. Будь чуток к своему сердцу. Будь чуток к своему сердцу. 25 стих далее продолжается. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Знаете, он искушает. И это более точный перевод, потому что слово, которое здесь использовано, в английских некоторых переводах, просто «he tested him». Он как бы проверял его. На самом деле, он проверял с целью уловить его в чем-то, подловить его. Так вот, это было его желание причинить какой-то вред. Его разум работает активно для того, чтобы Иисуса Христа как бы загнать в угол вопросами, найти где-то ошибку. То есть, его разум работает против Иисуса Христа, но этот текст говорит о том, что у этого человека все же было сердце. Знаете, разум этого человека пытается дискредитировать Христа, искушая его, сказал. Разум пытается искусить, он пытается поставить его в угол логический. А сердце? А что сердце? Смотрите, сердце его проскальзывает. «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вы знаете, он бы мог задать этот вопрос более нейтрально, абстрагировать себя от этого вопроса и сказать, «Учитель, что человеку нужно сделать для того, чтобы наследовать Царство Небесное?» Он бы мог себя не включать в этот вопрос, а просто со стороны. Ну вот давай теоретически. И вот встретился какой-то человек, и вот с тобой, и он хотел бы попасть на небеса. Что ему нужно сделать? Тогда бы все понятно было. Тогда этот полностью человек совершенно не вовлечен. Но что-то Бог уже начал с этим сердцем делать. И он, с одной стороны, разум пытается дискредитировать Иисуса Христа, а сердце уже болит о вечной жизни. Он говорит, что мне сделать? Он разумом хочет раздавить Иисуса Христа, а сердце хочет решения своей проблемы. Он вкладывает себя лично в этот вопрос, свою душу, свою вечную жизнь туда. Вы знаете, это прекрасная иллюстрация человека без Бога. Когда разум воюет против Бога, а сердце уже болит и хочет прощения, сердце жаждет чистую совесть. Это парадокс, с которым живет каждый неверующий человек. Особенно, когда Дух Святой начинает с этим человеком работать. Разум воюет с Богом, а сердце хочет к Богу. Не встречали такой парадокс? Разум воюет. Аргументы один за другим против Бога. Да нету Бога, и вот разум воюет. А сердце знает, у меня есть Творец, есть вечность, есть жизнь после смерти. Сердце болит, получить прощение, смысл жизни, а разум продолжает крутить и воевать. Вот он конфликт человека. Искушает разумом, а сердце мне хочется вечной жизни. Я с многими неверующими разговариваю, и очень часто это встречается. И нам нужно правильно диагноз поставить. Так и сказать, что ты сейчас говоришь, твой разум пытается Бога разрушить. А то, что у тебя в сердце, оно ноет сейчас. Она болит, она хочет любить, она хочет быть любимым, она хочет быть принятым, она хочет иметь уверенность в завтрашнем дне. И только Бог может это решить. В чем боль этого сердца? Конкретно, в чем боль этого человека? Вы знаете, этот человек законник. Что это значит законник? Это человек, который изучал закон Божий, Ветхий Завет, он очень хорошо знал. Он хорошо знал Писание. Более того, от них ожидалось, что как минимум внешне они тоже будут соблюдать. Он знал, и он старался внешне много соблюдать. Но смотрите, знания и попытки внешний закон исполнять ему не дали покоя. У него все равно вопросы остались. Господи, а как? Как на небеса? Вот она, боль этого сердца. Он исполнял закон, он им жил. Но закон не предназначен для того, чтобы открыть доступ на небеса. Закон предназначен для того, чтобы привести ко Христу, привести к Богу и сказать, я не могу, Господи. И он это, в принципе, и подтверждает здесь. Закон должен привести к живой вере в Бога. Итак, будь чуток к своему сердцу. Нет, есть люди, у которых сердце и разум объединились против Бога. Мы называем это ожесточенное сердце. Когда и разум, и сердце воюют против Бога. Но у этого человека происходит уже конфликт, а значит, Бог уже прикоснулся к его сердцу, и сердце уже начинает желать, желать прощения. Я не знаю, в каком вы положении, если вы у нас гость, если даже вы выросли в церкви. Возможно, вот у вас такой конфликт есть. Разума и сердце. Это хорошо. Прислушайтесь своему сердцу. Бог уже работает с этим сердцем. Третье. Услышь Писание. Услышь Писание. Прислушайся к Писанию. 26 текст. И далее мы читаем. Он же сказал ему, то есть законник отвечает, вернее, Иисус отвечает, сказал ему, в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? Что делает Иисус Христос здесь? Он возвращает его к закону. Подождите, только что закон доказан, что он не помог этому человеку, он его знает и пытается практиковать, но на самом деле он его не практикует, так как закон ожидает. Закон ожидает полностью во всем. Но Иисус возвращает его. Для чего? Интересно. В 27 стихе Иисус ожидает теперь от него ответа. Он пришел вообще-то искушать Иисуса, и вопросы такие умные задавать. Иисус одним точным, двумя точными вопросами разворачивает все, и теперь уже этот сам законник и отвечает на свой собственный вопрос. Пожалуйста, никогда не спорьте с Иисусом Христом, никогда не стройте аргументы вашей логики, ваш разум с его разумом не сравним. Это человек как наглядная иллюстрация. Человек решил поспорить или подловить Иисуса Христа. Вы простите, это заранее проигрышный вариант. И тут законник отвечает на свой собственный вопрос. И он совершенно точно объясняет. Возлюби Господа Бога Твое, и он цитирует Ветхий Завет. Мы сейчас посмотрим на эти тексты. И возлюби ближнего твоего как самого себя. Смотрите, он начал говорить Писание. Иисус аккуратно приводит этого человека к тому, чтобы в этот разговор пришло Писание. О, когда Писание приходит, очень серьезные вещи происходят. Сам того не понимая, законник, во-первых, ответил на собственный вопрос. Во-вторых, цитируя Писание назад в ответ Иисусу Христу, это Писание, которое он цитирует, начинает его осуждать. Смотрите, что происходит. Как только он процитировал 29, но он, желая оправдать себя, он уже в позиции защиты и оправдывается, защищается. Нет, кто мой ближний? Где это? Когда произошла перемена нападения, теперь он в защиту ушел. Он сначала нападал, а теперь в защите. Как? Писание принесло. И причем не сам Иисус, а Иисус аккуратно сказал, ты процитируй Писание. Цитируя Писание, оно его самого, может быть, впервые в жизни начало сжечь его совесть. Вот как работает Слово Божие. Не уклоняйтесь от Писания, не уклоняйтесь от Слова Божия. Читайте его самим себе, читайте его окружающим, читайте его детям, читайте его на улице, когда вы свидетельствуете, цитируете тексты, заучиваете их. Вот он начинает говорить, и оно самого его и обличает. Сам себе вынес приговор, ибо Слово Божие что дальше? Живо и действенно, и острее всякого меча бою до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Оно за сердце зацепило. Христос направляет законника к закону. чтобы тот пережил осуждение, чтобы он осознал свою греховность. Законник цитирует два текста. Я хочу, чтобы вы увидели, насколько он хорошо знал Писание. Второзаконие, 6 глава, 4 и 5 тексты, так называемые «Шима Израил». Это очень известный текст для народа израильского. Они его заучивали, они его помещали в кожаные коробочки, чтобы на руке и на лбу всегда была эта истина. А что они заучивали? Что они знали? Все и запоминали, и цитировали. Слушай, Израиль, Второзаконие, 6, 4 и 5. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими. Итак, это очень важная первая часть так называемых десяти заповедей. Вы знаете, слышали, наверное, десять заповедей. Первые четыре говорят о нашем отношении с Богом. И вот этот текст суммируется и говорит, это значит любить Бога. И дальше Он говорит и всем и ближнего твоего, как самого себя. Откуда эта фраза? Книга Левит, откройте, 19 глава, 18 текст. Левит 19, 18. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я, я, Господь. И это вторая часть так называемых десяти заповедей, которых мы все знаем. Десять заповедей. Дети, повинуйтесь родителям, не убивай, не прелюбодействуй. Десять заповедей, которые суммируются вот этой фразой. Люби ближнего, как самого себя. Итак, этот законник ответил на пять. На отлично он сдал экзамен. Христос его похвалил, даже правильно ты отвечал. Мы скажем даже больше, в Евангелии от Марка 12 глава, когда Иисусу задали вопрос о законе, он подобный ответ дал. Откройте Евангелие от Марка 12 глава 28 по 31 текст. Один из книжников, возможно, другой законник уже, не этот, слыша их прение, опять теоретики собрались, мыслители вокруг Иисуса, и, видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Он явно не для того, чтобы, Господи, вот сейчас хочу что-то сделать доброе, хорошее, помоги мне, что мне надо делать? Нет, нет, это еще один балконник, 29-й, Иисус отвечает, Иисус отвечал ему, первое из всех заповедей, слушай Израиль, Шема Израил, Господь, Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоей, всей крепостью твоей, вот первая заповедь, вторая, подобная ей, хотя ты даже не спрашивал об этом, я тебе скажу, возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной больше сих заповедей нет, и уже теперь книжник ему говорит, хорошо, учитель, истину сказал, итак, сам Иисус цитирует и суммирует весь Ветхий Завет этими двумя заповедями, люби Бога, люби ближнего, этот законник уловил главную суть, проблема в том, что он не любил Бога и не любил ближнего, он об этом знал, но не любил, поэтому начинает оправдываться, знаете, если бы он реально любил Господа всем сердцем, всей душой, всем своей крепостью, вот любил Господа от души полностью и любил ближнего своего, как самого себя, 29 текста не было бы, но он, желая оправдать себя, зачем оправдываться, я люблю Господи, тебя люблю, Господа люблю, люблю ближнего, но так как он оправдывается, он признает, нет, никто, никто не мог исполнить закон, никто не мог в совершенстве исполнить то, что Бог ожидает от людей, интересное для нас наблюдение нужно сделать, вы знаете, когда Иисус сказал, правильно, ты отвечал, так поступай и будешь жить, он призывает двум вещам, люби Бога, люби ближнего, иди, но он начинает оправдываться, и он начинает оправдываться, он в принципе две вещи проколол, не любит Бога, не любит ближнего, но его совесть побежала в первую очередь не любит ближнего, это интересно было, я думал, он, наверное, сначала признает, что у меня с Богом отношений нету, а он признает, у меня с ближним отношений, кто мой ближний, у меня проблема с людьми, я негодяй в отношении людей, вы знаете, это очень хорошая заметка о том, как часто Бог начинает нам вскрывать наше сердце, он начинает в первую очередь показывать, что у нас наружные отношения друг с другом, это как-то легче измерить, у мужа с женой не ладится, у родителей с детьми не ладится, на работе не ладится, в церкви в конце концов не ладится, в обществе у человека не ладится, ты открой глаза, у тебя нету этого жизни, у тебя нету этих отношений, у тебя нету этой любви, а потом ты сделаешь вывод, у тебя нету любви к Богу, вот почему у тебя эти проблемы, очень легко распознать эти вещи, и поэтому Иисус, понимая, что он и не любит Бога, но он берет вот там, где уже Дух Святой ему открыл, что у него проблемы с ближними, с ближним, он начинает теперь ему помогать, понимать суть Евангелия, в отношениях теперь между людьми, он работает с сердцем человека, и так, это процесс, который должен пройти человек, чтобы в конце концов перестать быть балконником и стать на конце концов путником, который куда-то движется, проверьте себя, существует ли такой процесс в вашей жизни, это очень важно сделать, дорогие, это для нас, те, которые сидят и слушают, нам нужно встать, нам нужно пройти через этот диалог и признать, Господи, виновен, что дальше, только так изменения происходят, если мы просто говорим, да нет, нет, я в принципе совсем согласен, вот как раз ты и проблема, со всем согласен, второе, второй урок очень важный здесь, это от внешнего к сердцу, и это возможно идет в разрез с тем, что мы видим в этой самой притче, сейчас он рассказывает будет притчу этому человеку, помочь этому законнику, увидеть, увидеть что, и очень часто эта притча говорит, используется проповедниками, людьми о том, что слушайте, очень просто, нужно делать добро, вот видите, самарянин, добрый самарянин, будьте такими же, вперед, но на самом деле нам нужно увидеть скобки, в которые помещена эта история, смотрите, 29 стих, но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний, его мышление, внешне, кто подходит под категорию, которую я бы назвал нуждающимся, которые ближним, и которым бы я мог помогать, кто достоин моего помощи, кто достоин моего внимания, смотрите, 36 стих, Иисус задает теперь этому опять вопрос законнику, кто из этих троих думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойником, он не говорит о том, кто достоин внимания, а кто оказал внимание, другими словами, Христос не отвечает на вопрос, кто достоин быть моим ближним, отвечает на другой вопрос, а кто ведет себя как ближний, а это вопрос сердца, это уже вопрос сердца, если внешне кто-то заслуживает внимания, чтобы ему помочь, а как я себя воспринимаю, как я отношусь к окружающим, это уже вопрос сердца, 30 текст, на это сказал Иисус, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым, почему Иерусалим и Иерихон, почему не Назарет и Вифлеем, шел из Назарета в Вифлеем, может быть из Вифлеема в Назарет, может быть в Галилею, может быть еще куда-то в Рим, Сакраменто, Сан-Диего, почему Иерусалим и Иерихон. Дело в том, что Иерусалим это центр, религиозный центр Израиля, там находился храм, там находилось Богопоклонение, а Иерихон там, где жили левиты и священники, они жили там в основном, у них там дачи были, кто-то жил даже там, и поэтому они служили в Иерусалиме, а жили в Иерихоне, это недалеко, но это было достаточно расстояние, чтобы разбойники могли спрятаться между двумя городами. И вот здесь появляется множество дебатов, и было интересно почитать комментарии, одни говорят, так что же священники левит, они шли из Иерусалима в Иерихон, то есть, они службу совершили, и после рабочего дня уставшие домой бегут к своим детям, или может быть на таком подъеме даже не заметили, и вот одна группа говорит, не, они точно на служении были, и вот такие святые не хотят оскверняться, надо домой и так далее, вот они поэтому не обратили внимания. Кто-то говорит, не, нет, они шли как раз в город, в Иерусалим, для того, чтобы на служение поклоняться, Богу служить, им нельзя скверняться, ритуально вот это все нарушать, а вдруг вот этот мертвый прикоснешься, еще осквернишься, и поэтому они как бы постарались поставить приоритет. Знаете, нам не сказано, откуда шли священник и левит, просто сказано, по случаю один священник шел той дорогой и увидев его, прошел мимо, также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Вопрос не в том, откуда они шли, а вопрос, кто они. Иерусалим, Иерихон упоминается для того, чтобы нам четко, ясно понимать, речь идет о религиозных людях. Это было связано просто с их религиозностью в Иерусалим, из Иерусалима, не в этом суть. Просто их религиозность не помогла им оказать помощь. Они ходят в церковь и из церкви, но это им не помогает. Более того, они, скорее всего, спрятались за своей религиозностью. А не спрячусь ли я за своей религиозностью? Возможно, эти священники левит проходили мимо, а они были республиканцами, они увидели наклеечку у него «Я проголосовал за демократа». «Ого-го-го-го-го-го-го!» А может быть, у него в руках флажок был с радугой? Тем более, вперед, бежим дальше. Ну, разные могут быть причины, но все было прикрыто религиозностью. это было обидно наверное слышать законнику наши люди прокололи и тут 33 стих самарянин же знаете скорее всего когда иисус рассказывал о том что священник прошел мимо левит прошел мимо народ который слушал говорят да действительно это таких это коррумпирован религия это очень коррумпированная вещь и они ожидают весь народ израильский что сейчас к этому бедному еврею который побитый лежит подойдет простой регулярный какой-то иуда ну и за какое там регулярное имя было у них там я простой вот просто колхозник подойдет и поможет и все ожидают сейчас наш какой-то простой регулярный рабочий подойдет иисус акцент такой делает прям неожиданно в 33 стихе слова самарянина это в оригинале вот прям так вы выпрыгивать самарянин же все в шоке как подожди подожди как здесь оказался самарянин увидев остановился поставил на паузу всю свою жизнь он тоже шел он тоже шел домой он тоже шел в бизнес он тоже у него были планы у него же все по графику он все на паузу ставит он пожертвовал своим временем он склонился он достал свою древнюю аптечку запачкался заплатил деньги пожертвовал своим комфортом это любовь на деле это любовь на деле причем нам нужно не потерять связь между вот этой любовью человеку и любовью к богу откройте пожалуйста евангелие от матфея 25 глава то что сделал самарянин это в первую очередь направлено было к богу двадцать пятой главе давайте прочитаем сорокового я объясню мы мы как бы подводим уже итог его размышлением иисус христос учит и говорит и царь скажет им это праведные те которые любили ближнего скажет им в ответ истинно говорю вам так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших то сделали мане оказанное добро ближнему иисус говорит вы сделали мане и дальше он говорит о другой сценарии тогда скажет и тем которые по левую сторону идите от меня проклятые в огонь вечный уготованы дьявол и ангелом его ибо алкал я и вы не дали мне есть жаждал и не напоили меня был странником и не приняли меня был наг и не одели меня болен и в темнице и не посетили меня тогда не скажет ему в ответ господи когда мы видели тебя алчащим или жаждущим или странником или ноги им или больными или в темнице и не послужили тебе мы ходили на служение вирус иерусалим регулярно все было на замечательно в церкви были каждое воскресенье 45 тогда скажет ему ответ истинно говорю вам так как вы не сделали это одному из тех меньших то не сделали мне и пойдут сие в муку вечную а праведники в жизни вечно оказывается серьезный вопрос вопрос вечной жизни стоит мы думали просто надо кому-то помогать эта история том что просто надо подобрее немножко быть не нет вопрос вечности стоит здесь вопрос медь вечности потому что с этого началась беседа посмотреть еще раз вернитесь 25 стекста один законник стал искушая его сказал учитель что мне делать чтобы наследовать жизни вечную иисус продолжает работать и говорить и объяснять духовные законы вопрос вечной жизни христос обращает его внимание на сердце мы уже обратили он использует закон скрывает проблема не любви к богу не любви к ближнему это проблема не расположенности сердца как же я могу проверить сегодня себя наш начали действовать во мне благодать вот которая ведет к такому доброму отношению к ближнему и тем самым я люблю и своего господа 30 текст на это сказал иисус некоторый человек шел из иерусалима верихон и попался разбойником которые сняли с него одежду и изранили ушли оставив его едва живым 33 стих самаренин же некто проезжая нашел на него увидев его сжалился и перевязал ему раны возливая масло вино и так далее знаете что вы будете делать вы будете служить людям которые не заслуживают этого как узнать если я действительно вот тот самый добрый самаренин в котором уже теперь божья рука божье действие и он использует уже меня теперь как инструмент для того чтобы служить другим очень просто я начинаю служить неудобным людям не я могу удобным людям дорогие я никогда не хожу и не убеждаю влюбленного парня о том что нужно оказывать заботу и внимание своей девушке никто его этом не учил он он рвется чтобы оказать доброту и только когда иисус говорит любите врагов ваших включается совершенно другой механизм самаренин это другая нация которая воевала у них была постоянная борьба противостояния между иудеями израилем и самарянами это что он сделал переступил все барьеры религиозные партийные и разные другие он все перешел возможно вы самаренин для людей которые вас обидели возможно это даже ваши дети возможно это муж и жена периодически возможно соседи сотрудники люди в церкви те которые не заслуживают этого внимания вас есть права пройти мимо все идут я иду они не заслужат вашей заботы но вы их любите вот это добрый самаренин как определить что во мне есть та любовь тридцать третий стих говорит увидев его прошел мимо тридцать второй посмотрел и прошел мимо самаренин тридцать третий стекст увидев его сжалился очень интересная способность сердца скрывается у этого человека была способность иметь жалость к нужде он за он увидел все трое увидели все трое увидели никто нет у нее нету оправдания я не заметил я не заметил я за это не отвечаю конечно если он не заметил прошел мимо кто с него будет спрашивать но они все увидели обошли прошли дальше и только третий увидев сжалился это способность иметь жалость к боли к страданиям к переживаниям к нуждам окружающих людей это дорогие и есть любящая бога любящая ближнего сердца несколько уроков выводов и мы будем молиться знаете эта история говорит о том что самая вопиющая нужда каждого человека это спасение истинно верующий который реально любит бога он будет любить ближнего знаете как он будет иметь жалость как грешнику человек который любит грешника он будет об этом ему говорить призывать его покаяться призывать его в церковь передавать ему евангелие вот это настоящая любовь если вам кто-то из ваших друзей когда-либо говорил евангелие вы если вы друг сегодня гость пришли сегодня посетили если кто-то вас призвал церковь пригласил церковь или рассказал вам о боке вы знаете мы должны признать честно тот человек который с вами вот занимается он вас любит по-настоящему любит ему не безразлична ваша вечная судьба ума прошел мимо а я я не видел этого человека не я не видел а что он там и он без бога да а ну я я я в церковь иду нет он остановился сказал пойдем вместе а возможно он остановился позаботился и рассказал позаботился вашей душе знаете это любовь как минимум нужно признать вы можете не согласиться с этим человеком вы можете отказаться от евангелия от бога но вы должны признать одну вещь этот человек вас любит это может быть ваши родители это может быть ваша супруга муж но они вас любят этот текст об этом говорит потому что самая главная нужда человека это прощение души это жизнь вечная о чем задает этот вопрос этот законник второй очень важный вывод любовь и влияние в этом мире чаще всего происходит один на один это индивидуальная работа это точечная работа мы не можем любить просто весь мир всю америку любим все сакраменто любви мне нет я люблю конкретного человека своего сына своего мужа жену своего соседа сотрудника на работе это точечное проявление любви это не просто в общем обморфно такая христиане любят мир и нет христиане любят конкретных людей конкретных людей вот тогда происходит влияние тогда этот побитый а затем исцеленный человек он просто преображен мне за что таежник самарянин мне иудею еще один очень важный вывод который нам нужно вывести из этой истории очень часто религиозность и занятость в служении может мешать вам реально любить ближнего это очень обличительное для меня мы можем в служении очень часто занятыми быть церковь ехать а ближнего не любить мы можем прикрываться религиозность и последнее эта притча очень хорошо иллюстрирует евангелие эта притча эта история очень хорошо иллюстрирует показывает визуальной евангелие дело в том что этот человек был брошен умирать его так избили что он просто полумертвый лежит духовно библия говорит о том что человек без бога он лежит мертвый у дороги интересно что религиозность пройдет мимо религиозность не способна поднять человека нет священники будут мимо идти люди не помогут духовно только иисус христос останавливается и обращает конкретно внимание на этого человека знаете этот побитый человек который умирал он не знал самарянина совершенно он ему не сделал ничего ни доброго ни злого они просто были разные люди но в случае с богом и грешником грешник воюет против бога и бог все равно оказывает милость знаете этот добрый самарянин остановился и возливал на этого человека масло вино это его была такая аптечка то для того чтобы нас грешников поднять на ноги иисус пролил свою кровь он не вино пролил он не не масло пролил он пролил свою кровь если этот самарянин заплатил два динария за гостиницу то христос заплатил своей жизнью чтобы каждый верующий как этот человек совершенно не заслужив этого добра он же никак не заслужил он никак не мог заплатить он совершенно не не при чем здесь самарянину самарянин такой добрый он позаботился не вот точно так же грешник он совершенно не заслуживает благодати но бог оказывает его милость и он ничем не может отплатить все что может спасибо все что может просто быть в этой гостинице эта история она иллюстрирует очень хорошо евангелие дорогие верую верую примите эту помощь верую примите эту помощь склонившегося над вами иисуса христа признайте не воюйте разумом сердце хочет мира с богом ведь сердце же переживает о том что будет в жизни вечной получите это прощение и доступ к общению с богом и жизнь вечную прощение грехов и радость общения с богом сегодня это возможность дорогие мы часто об этом говорим часто об этом призываем знаете для вас может быть следующей неделе не будет это реальность просто вот реальность мы живем в котором в мире в котором мы не знаем все ли мы здесь будем сегодня даже вечером и пока вот есть возможность нужно эти вопросы решать поэтому если у вас весь расположенность помолиться сегодня остайтесь после служения помолитесь с соседом помолитесь со служителя вперед пройдите здесь после служения мы с вами помолимся придите домой вместе с семьей помолитесь но не откладывайте этот вопрос пусть вас бог благословит и мы сейчас помолимся аминь давайте склоним наши головы господи мы благодарим тебя за евангелие иисуса христа о котором у нас сегодня есть возможность размышлять мы просим о том чтобы в нашем размышлении об истинных писания был вовлечен не только разум но и сердце мы просим о том чтобы твоя истина спускала нас наших балконов и ставила на путь путь истины чтобы мы применяли слово твое оно живо и действенно господи дай чтобы grace family church она была известна как церковь которая захлестнула сакраменто добротой не потому что мы зарабатываем это что-то зарабатываем этим нет а потому что однажды ты нас на дороге нашел и ты оказал нам такое честь и добро спас нас и сегодня мы хотим помочь самой главной нужде человека это их жизнь вечная и спасение господи мы просим о том чтобы ты снаряжал нас сегодня любить ближнего любить тебя мы сегодня просим за тех кто возможно неделями месяцами может быть даже годами разумом воюют с тобою но сердце их жаждет жаждет принятия любви прощения оно создано для вечной жизни эти моральные законы которых мы сегодня говорим несправедливости они не начали подсказывать что у тебя есть душа она вечная позаботься примирись с богом получи прощение грехов успокойся господи мы мы просим о том чтобы ты духом святым работал нас производил плод для твоего царства мы просим все во имя Иисуса Христа и для твоей славы наш бог аминь господи мы учатся аминь и Продолжение следует...